Приветствую вас! Первое, на что хочу обратить внимание, это то, что вы называете себя одинокой. Совершенно очевидно, что вы страдаете от одиночества, а страдание от одиночества вызвано тем, что человек сам себя не принимает, сам себя сочетается и отвергает себе какие-то черты, качества и так далее. То есть, по сути, живет, ну, в постоянной борьбе с собой. Вам с собой не комфортно, это первое. Второе, нужно для начала сделать так, чтобы вам было комфортно, посмотреть, что является причиной одиночества, поработать над этими и так далее. Значит, второе, второе. Вы пишите, не могу строить личную жизнь. Понимаете, личная жизнь, это жизнь личности. Личность по своей природе индивидуальная, уникальная и, я бы сказал, обособленная. Вы говорите не о личной жизни. То есть, нет, говорите вы о личной жизни. Вот. И вам нужно говорить о личной жизни. Но вы подразумеваете под этой фразой не личную, а социальную жизнь. Это жизнь, где вы выстраиваете отношения с кем-то. Это не личная жизнь. Личная жизнь, это жизнь личности. Понимаете? Да, у нас принято говорить что-то, как у тебя на личном фронте, как дела в личной жизни. Но это, на самом деле, игра слов, и это синкрет, синкрет, синкретическое образование, когда говорят так. Вот. Значит, личной жизни у вас действительно не хватает. Личной жизни у вас действительно не хватает. Что это значит, не хватает личной жизни как-то вообще? Вообще, вообще, это свидетельствует о том, что вы не реализуете что вам нужен мужчина, что, что вам нужен мужчина, то, что вы, вот, ну, страдаете от того, что не можете устроить свою личную жизнь, то, что вы чувствуете неудовлетворенность. Ну, вот. Это свидетельствует о том, что вы личностно не растете, не развиваете, не открываете для себя новый горизонт. Вот. Открывали бы новые горизонты для себя, вам было бы не до поисков мужчины и даже, возможно, не до секса. Ну, или, в крайнем случае, вам могли бы встречаться просто с мужчинами ради секса и так далее. Вот. То есть, если у человека есть идея, если у человека есть цель, если человек занимается чем-то, что вот, ну, в перспективе его как-то вообще может, значит, ну, там, в перспективе может его развить, то человек, как правило, не до интимной жизни. Потому что, как бы, эндорфинов и позитивных эмоций хватает и без этого. Вот. Это вопрос. Это ничего вам, мужчина, нужен? Какие цели вы преследуете? Эээ... желая устроить эээ... свою... такую вот социальную жизнь, да? Скажем так. Какую цель вы преследуете? Что вы хотите? Подумайте об этом. Ведь за этим стоит ваше желание, но причем, причем к вашим желаниям другой человек. У него другого человека, у него свои желания. И вам, чтобы адекватно взаимодействовать с человеком, нужно преследовать не свои желания, а его. Но это... куда более важный момент, это куда более важная история. Поэтому тут вот очень важны цели. И, собственно, по поводу того, что вас не замещают мужчины, да, это то же самое. То есть, не замещают именно потому, что вы, как бы, сами не реализуете. Своим путем вы не идете. Это... такой момент. Дальше. Значит, по поводу того, что вас не замещают мужчины. Ну, на обозначительном уровне, это может быть страх близости, страх замученности вас, страх близких отношений, что, в свою очередь, говорит об отсутствии личных и личных границ у вас. Вот. Вот любви-то хочется, но сами себя вы не любите или любите недостаточно. Вот. И, соответственно, хочется сближения. А сближаться вы не умеете, потому что вы либо с человеком полностью, ну, на расстоянии, да, либо вы с человеком очень сильно стремитесь сблизиться, стремитесь сблизиться. Вот. А вот так, чтобы на каком-то таком среднем расстоянии, на средней дистанции, такого у вас не было. Это большая, большая проблема. Но, помимо личных границ, да, то есть четкое отделение себя от других людей, причем отделение живое, то есть это именно отделение вот в процессе, в процессе взаимодействия, в процессе общения. Так, помимо этого, для того, чтобы вас замечали мужчины, для того, чтобы они вас замечали, нужно иметь четкую модель женского поведения. У вас, на мой взгляд, четкой модели женского поведения нет. Нет женского образа у вас, нет женской стратегии поведения. То есть вы, как женщина, себя, возможно, не идентифицировали. Вот. А мы мужчины, мужчины не замечают. Ведь мужчины замечают не одежду, мужчины замечают даже не внешность, а мужчины замечают внутреннюю энергию, сексуальность, открытость, энергичность, раскрытость, или наоборот, замечают холодность, закрытость, неуверенность в себе и так далее. Вот. И неуверенность в себе может быть как общечеловеческой, то есть свойственной личности. Вот. Так и гендерность. Гендерность. То есть свойственная именно женщина. Вот. Я думаю, что здесь у вас именно гендерная неуверенность и гендерное отсутствие идентификации. Вот. И, соответственно, с этим нам тоже нужно работать. Вот. Это я вам как специалист говорю, что в этом у вас проблема. Вот. Ну и совершенно очевидно, что вот вы говорите, да, что как это исправить. То есть вы считаете, что это неправильно, значит, у вас очень много должна, очень много надо. Вот. А там, где много надо и много должно, там нет хочу и нет могу. А если я эти хочу, то оно выражает вот таким извращенным немного способом, значит, введение того, что вы хотите устроить в свою личную жизнь. То есть своим собственным желанием вы реализоваться не даёте, своим собственным потребностям адекватно, естественно, вы реализоваться не даёте, потому что когда-то на это был наложен запрет. Вот. Но зато вы понимаете, что имеете право на обостройство личной жизни своей, как вы говорите. И считаете это тем, что можно вот желать так же, как мы желаем, например, всего-то другого. Ну, там, не знаю, к примеру, там, славы, там, и чего-то ещё. Вот. А это на самом деле не так и не так абсолютно. Вот. Поэтому я рекомендую вам, я рекомендую вам поработать на, ну вот, в этих направлениях. Вот. Я рекомендую вам поработать именно в этом направлении. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравится мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, если у вас остались вопросы, пишите. Пишите, я вам помогу. Возможно, вам потребуется консультация, возможно, не одна. Вот. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.